Доброе утро, ребята! Доброе утро всем нашим зрителям, большим и маленьким. Вы уже говорили о том, что сегодня отмечается День школьной библиотеки. Я поздравляю всех с этим праздником, всех, кто работает в этой отрасли. Поэтому еще с удовольствием поздравлю Наталью Молочиной, библиотекаря Краевой молодежной библиотеки. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! Вы пришли к нам не с пустыми руками, это видно. Это, я как понимаю, не все, но что-то из новинок библиотеки. Да, новинок в библиотеке, они разбираются, поэтому даже если хочешь с собой взять больше, сталкиваешься с тем, что они их все читают. Ну, конечно, правильно, потому что следят в интернете за новинками, и мы сами подсказываем какие-то интересные книги, которые сразу приходят, мы сразу их все раздаем. Но вот несколько того, что я нашла, вот если мы говорили о школьных библиотеках, что начнем, наверное, как раз вот такого с подросткового возраста как раз. Это была книжка для девочек, я уже тоже немножко подсмотрела. Да, ну, больше, наверное, все-таки для девочек, потому что героиня девочка, автор девушка. Что-то, кстати, очень интересно. Автор сама молодая леди, то есть она пишет для своих сверстниц советы. И это такая книга очень интересная. Майя Вай Ван Вейджинин. Вейджинин, автор, называется популярность, на всякий случай, дневник подростка-изгоя. Что здесь, в этой книге? Девушка ставит над собой социальный эксперимент, социально-такой личностный. Она учится становиться более успешной, популярной в обществе, в школьном. А это, на самом деле, очень сложно для тех, кто там учится. Да, для подростков это очень для отравления. И действительно, с этими, не со всеми вопросами можно поговорить с родителями. А тут эта книга как лучший друг, потому что она разговаривает на понятном языке для ребят. И это будет очень полезно, мне кажется, в отличие от энциклопедии. Что еще? Для более взрослого, если возраста посмотреть, да, вот тут такая крупненькая книжка. Издательство «Корпус», кстати, вот рекомендую тоже обратить внимание, потому что в этом издательстве часто выходят такие очень интересные книги. Художественная проза, современная такая, качественная, издается под этой маркой. Вот здесь перед нами книга Джонатана Литтема «Сады диссидентов». Что о ней можно сказать? Это, кстати, уже такой набивший руку писатель, у него 9 романов, он там писал статьи, эссе и рассказы. А чем интересная книга? Эта книга интересна тем, что она такая многоплановая. Ее будет понятно и интересно читать людям разных возрастов, разных интересов. То есть кто-то найдет там политические интриги, страсти, кто-то увидит философские вопросы. То есть диссиденты, да, то есть есть с чем сравнить и в нашей истории шестидесятников, поэтому есть над чем подумать. Ну и такая, вообще формат семейной саги, то есть там 30-е, 2000-е годы, Америка, Нью-Йорк. Это, в принципе, семейные саги у нас, частенько, тоже появляются другие тематики, но тем не менее, там, например, Елена Патюшонок семейные саги, у нее такие авторы. Хорошо, а вот эта книга? Это ненавинка уже. Но здесь, почему я ее с собой взяла, я ее, кстати, сейчас читаю, вот эта закладка. Мы будем выбирать. Потому что интересно тем, что автор Светлана Алексеевич, она получила совсем недавно Нобелевскую премию по литературе, и давненько уже русскоязычные авторы не получали такую премию. И вот теперь она белорусский писатель, у нее много книг таких очень серьезных. Это очень тяжелая книга, на самом деле, вот, к примеру, Чернобыльская молитва, которую я с собой взяла. Но, тем не менее, такое очень полезное чтение, факты и вещи, о которых мы можем больше нигде не узнать. Наталья, ну вот помимо художественной литературы, вы принесли с собой еще такую практично применительную. Расскажите, а что это такое? Ой, ну, у нас в отдел отдел деловой литературы, вот, я делаю художественную, есть еще дел деловой. Там, на самом деле, очень много вот таких вот книг, которые полезны для личностного роста, такие психологии, это популярная такая тематика среди, в частности, молодежи. К примеру, вот книга «Как перестать опаздывать». Ну, я думаю, прочитав эту книгу, действительно, можно избавиться от этой проблемы. Можно. Там она написана очень таким языком, стимулирующим к развитию, который, ну, заставляет действительно как-то собраться, сделаться лучше. И причем даны много аналитических таких материалов, чтобы подумать над собой, и практических прям хороших таких упражнений. То есть все достаточно доступно, просто. Спасибо, Наталья. Ну, вот еще хотелось бы спросить, не хочется превращаться в ментора, но, тем не менее, когда-то в свое время было очень модно, вернее, не очень модно, да, мы гордились тем, что мы читающая нация. А вот сейчас, молодежь, как часто приходят в библиотеку, как много молодых людей в молодежной библиотеке? Много. Хотелось бы, конечно, больше. То есть всегда хочется, чтобы приходили больше. Для этого мы вот и рассказываем о своих книгах, и мероприятия проводим различные. Ближайшие у вас какие? Ближайшие. Например, мы будем обсуждать книги Джерема Селинджера «Над пропастью воржи» и Стивенч Боски «Хорошо потихоней». Это как раз-таки книги о подростках, для подростков. И мы вот будем собирать такой вот дискуссионный клуб. Вот. Это будет в ноябре. Можно следить за новостями и в нашей группе. Спасибо. Спасибо вам огромное. Еще раз вас с праздником. Спасибо.